Итак, мы сейчас находимся в Голубицкой на пляже. Уже покупались. Покажу вам обстановку. Сейчас вечер, но на пляже стало народу больше и больше. Все купаются, загорают, отдыхают. Уже не жарко. И море очень комфортное, 25 градусов. Также вы спрашивали, есть ли медузы. Так как мы уже покупались, то могу вам ответить на этот вопрос. К сожалению, есть. Но какие-то такие маленькие, вот такого размера примерно. То есть они только, видимо, зарождаются. Они, знаете, как-то на дне, что ли, плавают как-то. Но пока Хорнирота ни одного не видела, поэтому на пляже никак не пахнет. Хороший, свежий морской воздух. Волны. Море теплое. Вы знаете, вообще, такое удовольствие покупались в море. Здесь для детей горки такие водные. На парашютах катают, на банане катают, на таблетках катают. К вечеру начались волны сильнее. Когда мы купались, то они были не такие сильные. Сейчас, вы смотрите. Вот, кстати, на парашютах люди летят. А, полетали уже. Этот пляж находится напротив пансионата Лада. Рядом две столовые. Столовая номер один. И столовая, вроде, которая называется «Есть-поесть». На пляже есть вот такие вот теневики, которые можно снять и лежать под ними в тенечке. Так что, всем передаю привет с Азовского моря. Напишите, какие планы у вас на это лето. Куда едете вы отдыхать. Мы, конечно, по классике отдыхаем в Тимрюкском районе своём. Но уже успели съездить в Крым. И в планах по Краснодарскому краю покататься. Сейчас вообще не жарко, очень комфортно находиться. И так как вечер, тут солнце уже даже не способно сжечь плечи. Продают какие-то вкусности. Пляж в этом месте вот такой вот ракушечный. Поэтому немножко даже больновато ходить просто так по этим ракушкам. Ну, когда ты заходишь в море, там получается только в начале такая ракушка. А потом уже там песочек. Пока мы здесь находимся, также ходят по пляжу. Предлагают креветки азовские. Потом всякие другие вкусности. Пироженки всякие. А, кстати, вот летят. Ух, высоко. Я, кстати, ни разу на таком не каталась. Видимо, днём все уходили на обед. А сейчас, видите, народу стало гораздо больше. Ну, в общем, такая вот здесь обстановка. Сейчас в Голубицкой и так вот люди отдыхают. В Голубицкой пляжи длинные. У каждого из пляжей своё название. Как называется этот, я, к сожалению, не знаю. Но вот я знаю, что есть Кавказ, есть Центральный пляж, есть какой-то пляж Бочка, молодёжный. Возможно, кто-то из моих зрителей, кто здесь отдыхал, знает, что это за пляж и напишет в комментариях. А вот медузу кто-то выкинул на берег. Ну, вот в море смотришь и не видишь. И только когда ты именно купаешься, то ты можешь рукой, например, задеть маленькую такую медузу. Это, по-моему, медуза называется Аурелия. Аурелия Сейчас я вам покажу цены на экскурсии, какие есть, куда можно съездить, ставьте на паузу, чтобы подробнее посмотреть. Можно поехать в Крым, например, в Феодосию, Коктебель, можно поехать по Темрюкскому району на достопримечательности, например, на Осетровое хозяйство, на Затерянный остров, вечер на озеро Абрау, например, грязевой вулкан можно, на Святой Источник. Здесь по дням все расписано, куда выезжают, и стоимость взрослого детского билета. Видите, что вулкан Тиздар подорожала, 1000 рублей вход за взрослого. У меня, кстати, есть на канале видео, где вы можете посмотреть, какие-то сопримечательности в Темрюкском районе есть у нас, и что я лично советую посетить, если вы приезжаете сюда на отдых. Если это видео было полезным, то ставьте лайк. Спасибо.